Так, господа, давайте начинать наш ежедневный обзор курса доллар-рубля. Ну, из чего бы, господа, хотелось начать. Как вы помните, в воскресенье у нас всегда обзор следующей недели. Ну, и смотрите, прежде всего мы будем рассматривать с вами, естественно, как обычно, наш календарь, да. Я хотел бы сразу сказать, что в любом случае, следующая неделя для нас, да, она является в любом случае основным показателем того, что будет дальше делать, собственно говоря, Центробанк, да. То есть, основной момент, который будет прежде всего влиять, естественно, на курс доллар-рубля, несмотря на то, что у нас есть достаточно серьезные события на этой неделе, безусловно, будет вначале зависеть от того, какая будет политика Центробанка. Будет ли он дальше у нас покупать ЮАЛ и, соответственно, искусственно девальвировать рубль, да, или все-таки он остановится и, как говорится, курс начнет возвращаться к своей рыночной стоимости. Поэтому в любом случае, несмотря на то, что у нас есть календарь, есть события, которые действительно могут серьезно повлиять, как ни крути, основной момент это все равно действие, естественно, Центробанка. Мы должны это понимать, да, потому что последние недели она была полностью за Центробанком, да и, в принципе, предыдущая тоже. Поэтому, исходя из этого, мы должны этот фактор держать, как говорится, в голове основным. Поэтому, теперь давайте, наконец, посмотрим, как мы закрыли предыдущую неделю, да. Начнем мы, конечно, с облигаций. Значит, смотрите, облигации у нас по доходности продолжают расти, что говорит о том, что, конечно же, у нас укрепление доллара продолжается. Это к вопросу о том, что все-таки общий тренд, конечно, на что будет направлен, это, безусловно, на возможность продолжения укрепления доллара. Вот, облигации доходности двухлетних растут, десятилетние тоже растут. Если посмотрим индекс доллара, он у нас немного корректировался, наоборот, да, но, соответственно, как только начнется следующая неделя, там есть факторы, которые могут привести к очень быстрому его укреплению. Безусловно, общие экономические данные по Америке показывали довольно неплохую динамику, то есть, рецессии нет, и в связи с этим, соответственно, индекс доллара у нас скорректировался. Но еще раз говорю, по доходностям облигаций мы видим, что картина будет абсолютно другой, что в любом случае с большой вероятностью доллар пойдет на укрепление. Так, ну и, господа, давайте вспомним про нефть, да, это будет тоже основным фактором у нас на этой неделе. Также напомню, те, кто смотрит впервые, так сказать, наш канал, да, это говорит нам прежде всего о чем, что борьба между ценами на нефть и долларом, она сейчас является основной, поэтому американцы, пытаясь сдерживать цены на нефть, не давая, так сказать, разгон инфляции, потому что нефть, естественно, влияет на разгон инфляции, они этого хотят не допускать, и, собственно говоря, также, соответственно, не давать набирать, как говорится, доходность в российский бюджет, в том числе для поддержки СВО. Поэтому основная борьба, и вот мы видим на протяжении вот этого всего времени, да, начиная с мая, она, в принципе, вот как раз результаты, вот эти вот прайс-кэпы были введены по потолкам цен на нефть, да, потом всевозможные пугания по поводу рецессий, банковских кризисов и так далее. Все это было направлено на одну задачу, сдерживать цены на нефть, не давать им расти и, соответственно, тем самым использовать против него, против нефти доллар, да. И поэтому, как только мы понимаем, что нефть начинает расти, мы понимаем, что американцы будут ее подавлять любыми способами, в том числе по укреплению доллара, и, соответственно, это понятное дело, что это укрепление против российского рубля. Поэтому мы, как бы, за этим постоянно следим. На этом неделе, как бы, будут тоже, естественно, одни из событий, связанные с нефтью, безусловно, поэтому мы их будем отслеживать. Как мы помним, на прошлой неделе данные по запасам вышли очень хорошие, и вот мы видим, что нефть в итоге вернулась до 75, по Тарас подняться на 76, там доллар ее подавил, но, как бы, задача вырваться за этот 76, 77,5, да, вот если вот здесь мы посмотрим, вот он у нас 76,5, это середина квартального коридора, годовой вообще находится на 84,50 середина, да, а нижние границы от 81 до 83,50. Естественно, нефть ставит задачу, в том числе ОПЕК, выйти за 78 и вернуться в район 82,84, чего не дает делать, естественно, этом Америка. А делает она это абсолютно нерыночными способами, всевозможными манипуляциями, постоянными словесными интервенциями, пугалками, рецессией, всевозможных там, возможных пандемий и прочее. Ну, в общем, короче говоря, процесс это нерыночный, и вот, собственно говоря, ОПЕК все делает для того, чтобы вернуться, соответственно, к рыночным ценам. Поэтому мы за этим, господа, всегда постоянно наблюдаем. Ну, теперь давайте вернемся к календарю, так как все-таки у нас на прошлой неделе все, что было, вы фактически можете посмотреть выпуски за пятницу. Основной еще раз фактор, который могу выделить на прошлой неделе, безусловно, он у нас, конечно, был максимально проявился, это закупки, собственно говоря, юаней Центробанком Российской Федерации, или там, возможно, крупными какими-то компаниями, которые, может быть, или там бизнес свой выводили, и так далее, с российской, как говорится, российского рынка. Вот. Но в любом случае мы видели, что шла абсолютно искусственная девальвация, и вот этот процесс, он на самом деле сейчас по курсу превышает того курса, который должен был бы быть по доллару, да. Поэтому, еще раз говорю, этот фактор у нас на той неделе был основным. Все события, которые были, они, если бы не было вот этого фактора, по большому счету, привели бы совсем практически к минимальным изменениям по курсу доллара рубля. Но то, что мы увидели, это вот была чисто работа Центробанка, поэтому мы, опять же, ее не сбрасываем сейчас из счетов, опять же, будем за ней наблюдать. Ну и давайте, кстати, прежде всего, это, разберем календарь. Давайте все-таки, вот, все-таки посмотрим мы по диапазонам. Значит, смотрите, по доллару рублю, как я уже сказал, мы в итоге уже подходим к вот этому диапазону 90, 50, 89, 50. Если в итоге будет продолжаться укрепление по доллару, да, ну и, соответственно, по евро то же самое будет. То есть 97, 50, да, и 98, 50. Вот в этот диапазон, вот где шпилька была, тоже, соответственно, можем перейти. Но, господа, помните, он показывал график вот этот, вот, по юаню. Обратите внимание, вот здесь последняя цель. Все, 12,37. И вроде бы как на этом уже вот этот весь рост по юаню должен закончиться. То есть технически у нас цели есть, которые нам намекают, что вот здесь вот эта закупка юана, юаня может прекратиться. То есть остается не так много, и это говорит о том, что, конечно, по доллару и евро у нас остается совсем маленький диапазон. Ну, опять же, это мы берем технику, да. Вот по технике это выглядит именно так. Потому что когда юань был вот там, да, еще в районе 11,35-11,40, эти цели просто постоянно, постоянно нарастали. И они говорили о том, что технически мы туда можем прийти. И вот нас, собственно говоря, Центробанк Российской Федерации абсолютно нерыночным способом, да, ну, скажем так, регуляционным способом, не скажу, что нервничным, регуляционным, регуляционным методом в итоге догнал. И вот поэтому, так как все-таки цели остается совсем немного, помните, я вам говорил, что, блин, даже не верю, что они туда могут прийти, но они как бы есть. Это еще вот когда вот здесь все было, потом мы увидели, что отработали вначале вот эти цели, ну, а потом мы отработали и эти цели. И вот, в принципе, вот она, в принципе, касалась у нас уже этой цели, то есть, на самом деле, все намекает на то, что как бы на этом диапазоне уже все должно закончиться. То есть, юань, он вернулся, во-первых, вот к этому значению, да, после вот этой вот искусственной коррекции, и даже продвинулся, соответственно, что тоже нам как бы намекает на то, что может начаться коррекция. Вот, исходя из того, что мы все-таки сейчас следим за графиком юаня, да, а почему, я сейчас еще раз покажу быстро, собственно говоря, тому, кто, как говорится, перуевают смотреть канал, да, те, кто, как говорится, старенький, они уже все прекрасно знают. Вот, смотрите, если мы возьмем даже просто пятиминутку по индексу доллара, да, что у нас творилось в пятницу? У нас в пятницу было как раз в районе, там, с 12 часов, да, просто падение доллара, вплоть там до 3 часов, там, до 5 практически, до 5 часов. А если мы посмотрим доллар-рубль, то у нас в этот момент с 12 часов, да, почему так важно, почему мы сейчас с моим заниманием, вот, 12 часов и рост до 5 вечера тоже. То есть до 5, но рост, то есть доллар только укреплялся, при том, что на самом деле он падал. Это просто к тому, кто, так сказать, пришел канал впервые посмотрит, да, чтобы понимали, что на самом деле вот оно, доллар-то, доллар падал. Мы должны были наоборот, рубль должен был укрепляться. А мы видим картину совершенно иную. А почему? Потому что если мы перейдем на юань, здесь то же самое. Вот, смотрите, с 12 часов до 5 часов ровно рост юаня. Вот эти графики абсолютно идентичны, видите, как говорится, найдите 5 отличий, их просто нету. Они абсолютно одинаковые. Вот 12 часов рост по доллару, доллар-рубль, и по юаню с 12 часов и, соответственно, по максимуму. А по доллару, реальному индексу доллара падение. Полное падение. И плюс еще к тому же, если мы еще и подключимся по нефти, да, смотрите, тоже немаловажный момент. С 12 до часа у нас, вот смотрите, нефть немного корректировалась, но в целом она росла. То есть тоже должна была поддерживать рубль. Более того, нефть росла еще практически с 5 утра, ну с 3 утра, вот смотрите, 3 ночи. Вот, нефть все в принципе росла, вот это будет коррекция. А в целом она росла. И это должно было, естественно, поддержать рубль. Но что мы видим, все произошло наоборот. Это вот именно для того, чтобы вы понимали, что на самом деле исключительно было искусственное ослабление по рублю. И вот исходя из этого графика, да, мы понимаем, что вот здесь вроде бы уже пиковое должно быть значение по этим закупкам в диване. А значит, соответственно, с большой вероятностью, что все-таки мы увидим ту самую коррекцию. И как я уже в предыдущих роликах рассказывал, да, что доллар у нас на самом деле укрепился, ну вот он 102.92, а на самом деле, если смотреть по индексу доллара, когда мы смотрели по дневному графику, да, то там у нас получалось 7 апреля, когда началась вот эта вся коррекция. Ну, давайте сейчас вернемся опять к дню. Просто еще раз говорю, те, кто не наблюдали нас до этого, да, значит, смотрите, 7 апреля, вот 7 апреля у нас. Апрель 7, 7 число 1. Вот. Доллар был примерно, так, это DXI у нас, секунду. А, вот апрель 7, е-мое, куда я смотрю? Это я уже что-то, это, смотрю, что-то неправильно. Вот, смотрите, 7 апреля. Он был у нас непосредственно, вот, в районе 102. Там 102 с копейками. Где-то 102.05, да? Вот мы сейчас находимся, конкретно в данный момент, на 102.92. То есть, совсем немного укрепился доллар по сравнению с тем, вот, вот имеется значение, да? Вот еще раз показываю. Вот, седьмое число. Вот, седьмое число. Он даже чуть пониже здесь был, где-то 102. Нет, вот, вот седьмое. Десятого, седьмого, это уже вот где-то, ну, 102.50, грубо говоря, мы возьмем, да? И сейчас, смотрите, 102.92. То есть, тут разница совсем просто мизерная. Вот, просто мизерная. И если мы посмотрим, соответственно, по доллару-рублю, седьмого апреля, да? Это просто, чтобы у нас было понимание. Смотрите. Вот она, седьмое апреля. Вот он. У нас курс был в районе 82. Ну, вот он пиково там уходил на 83, а потом вот здесь у нас уже пошла вот эта искусственная коррекция. Поэтому, еще раз говорю, курс пока даже просто чисто технически, ну, условно, если вернется к доллару, где он, грубо говоря, сейчас должен быть, ну, скажем так, реальный, то это где-то 83-84 вот в этой зоне. Вот, вот сюда он вернется. Даже с учетом того, что он там немного, если подрос, никак не 89, не 90 и так далее, да? Почему мы на это, как бы, обращаем внимание? Поэтому, естественно, мы на эту коррекцию тоже рассчитываем. Но, опять же, это все к вопросу о том, как будет дальше действовать Центробанк. Ну, а теперь давайте разберем, что у нас все-таки на этой неделе, господа. Значит, смотрите, первый день у нас будет понедельник, естественно, да? И смотрите, там будет выходной в США, день независимости. Он, как бы, не целый день будет. То есть, американский рынок немножко поработает и после этого закроется. Там раннее закрытие в час дня по американскому времени. Ну, и, соответственно, смотрите дальше. Индекс деловой активности в производственном секторе в Китае. Это очень важно, потому что здесь мы будем наблюдать, насколько, так сказать, у Китая все-таки экономика восстанавливается и восстанавливается. Это, безусловно, может поддержать цен на нет, да? И мы понимаем, что если цены на нет пойдут дальше вверх, то, естественно, индекс доллара может, соответственно, начать укрепляться опять, да? Дальше. Индекс производственной активности в Российской Федерации. Вот это к вопросу экономики Российской Федерации. Здесь, соответственно, здесь мы будем ловить сигналы. Все-таки, соответственно, если производственная активность растет, значит, с большой вероятностью будет разгоняться инфляция. Ну, и внутренняя экономика довольно крепкая. А значит, вероятность того, что Центробанк Российской Федерации может поднимать ставки, тоже увеличивается. А мы помним, да, что в предыдущие дни, просто сейчас я в Телеграм-канале вам особо ничего там показывать не буду, там, в принципе, никаких особых новостей не было. Вот. И, собственно говоря, как раз была информация о том, что я вам в пятницу, по-моему, показывал, да, по поводу того, что все-таки есть вероятность повышения ставки, она растет, как бы стали об этом пугать все, и, как бы, Центробанк, и там, как говорится, этот Минэкономразвитие и так далее. Поэтому, на самом деле, за этим вот мы будем следить, за вот этими данными, которые нам могут намекнуть также на повышение ставки, да, и также борьба с инфляцией, потому что, если, соответственно, у нас индекс производственной активности будет расти, значит, вероятность инфляции роста тоже будет увеличиваться. Ну, и вообще, как бы, когда экономика разгоняется, она, соответственно, инфраинфляционные риски растут, потому что и рабочий мест становится больше, и, соответственно, людей становится покупательная способность выше, и так далее. Поэтому это надо, естественно, будет учитывать момент, а так как курс у нас, еще раз говорю, искусственно девальвирован, и фактически он получается разогнан на порядок выше, чем он должен быть, то, соответственно, риски инфляции на таком коротком промежутке, конечно, вряд ли будут, но если этот курс поддержать, то они, конечно, довольно быстро разгонятся. Так, дальше смотрим. Значит, индекс деловой активности в производственном секторе США, это вопрос вот американской экономики, да, за который будем также следить, там уже фактически будет ситуация, связанная с долларом, он там на этом может либо укрепляться, либо ослабляться. Но еще раз говорю, по доллару сейчас, господа, тоже картина будет достаточно, с точки зрения вот этих данных, да, она достаточно сглаженной будет, потому что, смотрите, вот, кстати, если мы посмотрели все, а американский рынок мы с вами не посмотрели. Так, сейчас один момент. Вот здесь он у нас как раз плюс 500. Он у нас пошел вверх. Он у нас пошел вверх. Вот смотрите, мы пробивали в итоге попытку за 4,460, потому что очень хорошие экономические данные. Я вас тогда предупреждал, что как только выйдет индекс потребителя, если он будет хороший, мы сразу пробьем 4,440 и пойдем в район 4,450. Вот здесь так оно, в принципе, и произошло. И теперь здесь, соответственно, американский рынок расценивает вероятность хорошую, соответственно, экономику в США и отсутствие рецессии, что вот это важно, потому что рецессия и сразу на этом доллар начинает расти, а рынки начинают падать, потому что риски рецессии сразу у нас пугают. Все. И сырьевой рынок там, нефть начинает падать. В принципе, Америка этим постоянно сейчас и пользовалась. Все вот эти пугалки были, они связаны были постоянно с разговорами о рецессии. И вот сейчас мы видим, рецессии нет, рынок растет. И, соответственно, так как вот этих данных, которые вышли по ВВП, по индексуациям потребителей, который показал снижение, ВВП рост, то есть там, в принципе, экономика устойчивая, это, естественно, говорит о том, что, соответственно, и тот же доллар, и, в принципе, рынки, они как бы немножко, ну, скажем, на эти данные, вот тот же американский рынок, он как бы реагирует как на коррекцию. То есть совсем чуть-чуть там, допустим, может просесть, а потом тут же продолжает расти. И поэтому и доллар здесь, да, то есть он укрепляется частично. Он там чуть-чуть укрепится, потом опять, как говорится, ослаблен. Поэтому вот эти данные, они как бы для нас не столь важны, да, они как бы будут приводить к определенному колебанию, но они абсолютно несущественны. И также надо учитывать, да, что еще раз говорю, если Центробанк, Российская Федерация в этот момент будет проводить дальнейшие вот эти ослабления, да, то, соответственно, мы вот этих колебаний даже и не увидим, потому что, понятное дело, что у нас уже курс завышен, поэтому этот момент надо тоже учитывать. Теперь смотрите дальше. Значит, индекс дела, как я уже сказал, индекс цен в производственном секторе, АТСМ США, это важно. Вот индекс цен в производственном секторе, это фактически данные по инфляции, которые опережающие, потому что если в производстве будут, соответственно, расти инфляции, то есть цены, да, соответственно, и на потребителя, они пойдут на потребительскую инфляцию. Поэтому за этим будут следить однозначно. Вот там вот, кстати, могут быть колебания уже такие более серьезные. Дальше смотрите, господа, понедельник у нас заканчивается, наступает вторник. Вторник вообще пустой. Там просто выходной США, день независимости, и там фактически и событий экономических нет. Там могут быть какие-то такие спекулятивные движения туда-сюда, но серьезного ничего не будет. Поэтому имейте в виду, вторник будет абсолютно день такой достаточно сглаженный. Дальше смотрим. Наступает среда. Индекс деловой активности в секторе услуг ПМИ от Китая. Опять к вопросу о том, насколько у Китая довольно экономика сильная или нет, и, соответственно, восстанавливается она или нет. Если она, соответственно, покажет хороший показатель, то это говорит о том, что, соответственно, и спрос на нефть может расти, так как экономика растет в Китае. И, значит, соответственно, цены на нефть тоже могут пойти вверх. А за ними, соответственно, начнет давить доллар. Поэтому это надо тоже иметь в виду. Дальше. Заседание Европейского Центрального Банка по вопросам немонетарной политики. И тут больше затронет евро, да. Ну и в целом, в принципе, все вот эти заседания Центральных Банков, Европы, США, они все одним паровозом идут. Поэтому, в принципе, надо момент этот учитывать, что сигналы оттуда будут, соответственно, давать определенную, скажем так, намек на то, что и будет делать тот же ФРС. Потому что они все идут в одном паровозе. У них вся абсолютно одна и та же практически ситуация финансовая совместная. Значит, смотрите дальше. Валютные интервенции России. Вот тут интересно. Тут посмотрим, на самом деле, вот как раз, где у нас там Центробанк и сколько проводил, насколько проводил вот эти интервенции. Пока мы видим, что сейчас происходит наоборот закупки. Поэтому посмотрим. Продажи были у нас вот здесь. Вот здесь были продажи, вот здесь держали курс. А вот здесь уже, как говорится, не то, что не сдерживали, здесь закупали. Поэтому это надо момент учитывать. И вот дальше, господа, смотрите, одно из самых важных событий на этой неделе, это публикация протоколов ФРС. Это фактически, можно сказать, преддверие вопросов, связанных с ставкой. То есть, вот на протоколах ФРС, как раз, там может быть либо сильное укрепление доллара, либо ослабление. Если, допустим, протоколы покажут, что, собственно говоря, ФРС ожидает повышения ставок, на этом доллар резко может укрепиться. Если все-таки то, что протоколы показывают, что, например, ставка остается неизменной, то, соответственно, доллар, наоборот, может чуть-чуть ослабнуть, а может остаться практически на тех же значениях, ну, по крайней мере, в рамках нероста, да, и это, соответственно, тоже может дать возможность рублю немного укрепиться, при условиях, если российский Центробанк, опять же, не будет проводить вот этих закупок, да. Дальше, смотрите, речь члена ФРС Уильямса. Ну, это понятно, это любые комментарии, а они сейчас в рамках пугалок, но, опять же, еще раз говорю, все эти пугалки сейчас рынок игнорит, потому что экономические данные показали, что рецессии никакой нет, а все пугалки ФРС, они построены на одном, что будет, как бы, повышение ставок, это будет рецессия, поэтому нефть должна упасть, экономики должны замедляться и так далее. Сейчас этот механизм перестал работать, поэтому они пугать будут, на этом, соответственно, могут возникать все возможные коррекции, но до тех пор, пока реальные факты не покажут, начинается рецессия, рынок реагировать не будет, и, соответственно, с вытекающими отсюда по валюте то же самое. Дальше, смотрите, вот первое событие, которое будет связано с нефтью, и будет иметь значение. Недельные запасы сырой нефти по данным американского института нефти API. Как вы знаете, это, соответственно, кто давно за нами следит, соответственно, знают, кто не знает, мы, как бы, объясним. Американские данные вот эти по институту нефти, они, соответственно, покажут предварительные запасы по нефти. И если, соответственно, запасы выйдут, что они все-таки продолжают падать, а я напоминаю, что сегодня у нас 22 июля, да, то есть уже наступил новый месяц, и с этого месяца начинают физические сокращения с аудитами нефти, то есть они будут сокращать по одному миллиону баррелей, и, соответственно, каждый день. И это в итоге должно привести к довольно сильному сокращению физической нефти, что, естественно, должно показать сразу падение запасов, и в связи с этим нефть резко должна пойти вверх. Это надо момент учитывать. Более того, я вам скажу, что за эти выходные вот как раз, да, американцы заявили, а мы помним, да, что у них проблема со стратегическими запасами, кто первый раз смотрит канал, может об этом не знать, стратегические запасы в Америке практически на нулях. Они их пытаются заполнить, но они пытаются их заполнять малыми дозами, дабы не спровоцировать, опять же, рост цен на нефть, да. Поэтому они пытаются там закупать на самых минимальных значениях, почему вот этот коридор образовался, да, не потому, что там какая-то проторговка, там какая-то, да, там зона аккумуляции, нет, здесь все банально и просто, здесь чистый фундаментал, то есть здесь чистой воды коридор, который держат американцы за счет прайска, за счет постоянных пугалок, рецессии, вот такие вот большие падения, это всякие банковские кризисы и так далее. Вот это вся мишура, которую они управляют, они просто тупо банально это все делают абсолютно искусственно. И они, соответственно, боясь спровоцировать рост цен на нефть, они эти сейчас стратегические запасы начинают заполнять по ценам в районе 72. Вот они сейчас заявили, что они будут их заполнять по средней цене 72. Они очень надеялись, они очень хотели пробить и на 62 уйти, и на 52, и вообще заполнять за гроша. То есть они надеялись, как, смотрите, система как работала. Вот здесь они распродавали, когда была самая максимальная цена. Вот здесь они распродавали свои запасы, и тем самым снижали цену. Показывали все время, что цены, ну, как бы нефти много, запасы только растут, и вот они сбивали, 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 это вот после вот этого СВО, да? Сбивали, 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 там у них запасов практически не осталось. Они все время боролись с рыночной стоимостью, все время про рецессию, про подъемы ставок, пятый сядет, все сбивали, 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 и очень мечтали пробить 72, чтобы уйти на 62, на 52, и там начать заполнять свои хранилища, по самой дешевой цене. Но они столкнулись с проблемой, что, во-первых, ОПЕК объединился, и стали пытаться, наоборот, вернуть цены обратно на, как говорится, рыночную стоимость. Более того, чтобы не было никаких словесных интервенций, которые все время, вот эти все Блумберги, Рейтерсы, Financial Times, вы знаете, мне понравилась одна фраза, на самом деле, я в РБК как-то ее услышал случайно, там один товарищ, Бабичев, Бабичев, он сказал, одна Блумберг сказала, вот, то есть, про Блумберг, вот такая вот одна бабка сказала, а вот Блумберг примерно так и работает. Вот тут я полностью с ним согласен, поэтому вот эти все издания, Financial Times, там всевозможные Блумберги, Wall Street Journal, вот эта вся шляпная СМИ, как говорится, которая система в Америке существует, она работает сейчас исключительно не на демократов, исключительно. Поэтому, когда ОПЕК вот последний раз встречались, они просто запретили, они сняли их с аккредитации, они дали им аккредитацию, для того, чтобы освещали они конкретно события, связанные с договоренностями ОПЕК. А почему? Потому что там сплошная манипуляция. Они оттуда начинают кидать якобы какие-то слухи, которые абсолютно фуфловые, придуманные, это однозначно уже проверяли, вот можете посмотреть у нас в Телеграм-канале, там вверху, если дальше туда смотреть, я вам показывал пример, как манипулируют такими данными, да, когда просто с утра заявляют о том, что на самом деле запасы выросли, подходит вечер и выясняет, что запасы просто улетели в минус, рынок-то на это реагировал. И вот эта манипуляция, она как раз постоянно происходит. Поэтому на данную встречу их вообще сняли опять с аккредитации, опять их не дают им прийти, чтобы они не участвовали вообще в каких-либо там попытках освещать это событие, когда будет встреча ОПЕК. Вот. И, соответственно, чтобы не создавали вот эти манипуляции, которые они все время создают словесные. Так вот, мы теперь знаем, что американцы уже поняли, что не пробьют они этот 72, что придется им закупать цены в среднем по 72. А значит, соответственно, они уже понимают, что ниже она вряд ли пойдет, и они там будут закупать 3,5 миллиона баррелей, наверняка, чтобы опять заполнять свои, потом манипулировать хранилищами, то есть, они закупят, а потом будут опять перевозить нефть, да, потому что они там тоже начинают мутить, как вот, так сказать, показать, что у тебя запасы растут, да, для того, чтобы цены на нефть не росли, это надо остановить, нефтоперебородочные заводы, у них такие варианты уже были, они могут перевести нефть с одного хранилища, в другие, вот, например, с резервных хранилища, перекинуть в эти хранилища, и показывать, что там якобы, соответственно, нефть, как говорится, находится в большом объеме, в общем, вот эти все манипуляции, они в итоге приводят к тому, что вот этот диапазон организовался, и вот исходя из вот этих запасов, которые у нас выйдут, господа, как раз вот, которые данные американского института нефти, мы как раз и увидим, опять же, да, но надо четко понимать, американцы мутят с этими запасами, они будут пытаться там всячески их завысить и так далее, занизить вернее, да, завысить, простите, да, завысить, потому что, чтобы они якобы не сокращали, это, естественно, может привести в итоге к динамике, если все-таки сокращаться запасы будут, может вынести в итоге на 7,6, 7,7, и вот здесь это очень боятся, вот тут насчет однозначно повышения доллара, почему мы за этим очень внимательно следим. Дальше смотрите, наступает у нас, господа, четверг, там уже будет много статистики, основная одна из мы уже увидим это протоколы ФРС, а в четверг будет тоже очень важные данные, значит смотрите, изменение числа занятых в несохозяйственном секторе США, очень важно, соответственно, если занятость будет резко врасти, то вероятность того, что повышение ставок резко растет, но экономика уверенная, и этот рынок может проигнорировать. Дальше смотрите, объем экспорта США, объем импорта США, это так называемые, можно сказать, данные по торговому балансу, насколько США вообще что-либо производят, а мы знаем, что они ни хрена ничего не производят, они только импортируют, у них внутренняя эта экономика, она на самом деле все это время только загивалась, а сейчас они пытаются как раз за счет того, чтобы вывести все предприятия с Европы и так далее, все это переместить в Америку и, соответственно, там начинать развивать уже внутренний производство, потому что пандемия показала, когда у тебя ничего не производится, то, соответственно, ты очень зависишь от цепочек поставок и так далее, американцы очень мечтают, как говорится, с Китаем развязаться, чтобы он, так сказать, на них никак, никаким образом не влиял, поэтому, соответственно, им надо все концентрировать на своей территории, и вот эти данные объемы экспорта и импорта, они и покажут, насколько у них торговый баланс на самом деле соответствует. Число первичных заявок на получение посуды по безработице США, вот это важно, господа, если число первичных заявок на получение посуды по безработице начнет расти, то это хорошо для, как говорится, ФРС, то есть, можно ставки не поднимать, но это будет плохо для экономики, хотя экономика сейчас, скорее всего, пока это все дело будет игнорировать, я имею в виду рынки, рынки на это будут не сильно реагировать, но если, допустим, первичные заявки будут непосредственно сокращаться, вот тут доллар полетит сразу вверх, потому что они, соответственно, будут понимать, что инфляция растет, а значит, соответственно, надо, как говорится, ну и при этом как, они это увязывают, как типа инфляция растет, 5%, на самом деле, все очень просто, число заявок, если сокращается, значит, экономика сильная, может переваривать еще более высокие ставки, вот и все, а прикрываются они все это тем, что якобы рост инфляции, теперь дальше смотрите, сальдо торгового баланса, вот это как раз к вопросу о том объеме экспорта и импорта, но это, кстати, надо иметь в виду, что вот на этих событиях и на изменение занятости и число первичных заявок может быть довольно сильное укрепление доллара, имейте в виду, или наоборот, там, или остаться, ну остаться как есть, или там даже небольшое, как бы снижение, да, это надо четко понимать, но опять же, я говорю, не забываем о том, что будет в этот момент делаться непосредственно Центробанк России, потому что он может, если будет продолжать закупать юань, а юань он может закупать прежде всего для чего, для того, чтобы, например, смотрите, впереди будет повышение ставок еще по Америке, да, а Центробанк Российской Федерации как бы намекает на то, что он будет повышать ставку, но он может не повышать, и он может как раз распродавать потом эти юани, как говорится, да, для того, чтобы, соответственно, гасить этот курс, который будет, например, доллар будет укрепляться, будет проводиться интервенция, как вы были вот здесь, проводили, да, и плюс, соответственно, как я уже говорил, там, на прошлой неделе я вам это рассказывал, там дефицит юаней, поэтому их сейчас закупает тоже очень активный банк, поэтому в связи с этим мы видим быстрый такой разгон юаня, а по нему, соответственно, разгоняется доллар-евро, то есть, на самом деле, это не курс доллара-евро разгоняется. Теперь смотрите дальше, значит, сальдорговый баланс сказал, представитель ФРС Логан проговорит, это у нас опять, как обычно, соответственно, всякие пугалки, комментарии о том, что ставки еще не достигли максимума, надо еще продолжать, а инфляция не достигла 2% целевой и так далее, мы все это знаем уже, поэтому, по большому счету, там, как бы, не стоит ждать каких-то сюрпризов, но реакция по индексу доллара будет, опять же, при условиях, если не будет работать Центробанк Российской Федерации. Если Центробанк Российской Федерации будет работать, господа, учтите, все эти события просто потеряются, потому что курс и так завышен, поэтому даже какие-то укрепления доллара просто не будут настолько заметны, они просто еще сильнее будут укреплять доллар против рубля, и все. Теперь смотрите дальше, значит, международные резервы центрального, так, да, Логан проговорит, дальше международные резервы центрального банка, непосредственно в США, это будет непосредственно показывать, насколько у них, так сказать, что называется, на балансе, там, какое количество находится валюты в наличке, фактически, вот, и вот эти данные, они больше, скажем, отслеживаем мы по поводу банковских кризисов и прочее. Дальше, индекс деловой активности, PMI в секторе США, ну, в секторе услуг США, естественно. Это тоже к вопросу устойчивости американской, как говорится, экономики, на этом тоже могут быть колебания, но не такие уж прям серьезные, как вот на изменение занятости и, собственно, первичных заявок. Дальше, индекс менеджеров по снабжению, непроизводственные сферы, вот это важно, вот это важно, это как раз вопросу, собственно говоря, цепочек поставок, это тоже к вопросу о том, что насколько всех товаров будет достаточно, и индекс менеджеров по снабжению, он такой тоже опережающий, он показывает фактически те, скажем, цены, по которым и в том числе снабжаются именно сами производители, да, но и, собственно, насколько у них там хватает товаров на складах и так далее, то есть это очень важная, на самом деле, опережающая такая статистика, за которую однозначно надо будет смотреть, и она однозначно может повлиять. И вот, господа, очень важный число открытых вакансий на рынке труда Джонс. Вот если число открытых вакансий будет увеличиваться, там доллар прям полетит вверх. Если число открытых вакансий будет сокращаться, то там, скорее всего, сильной динамики не будет. Ну и тут как бы экономика, ну, как бы воспринимает это средне, как бы там нейтрально, скажем так, то есть это не сильно влияет на то, что как-то экономика замедляется, то есть это никакие признаки рецессии нет. Но для того, чтобы не повышать ставки, лучше, конечно, чтобы вакансии не увеличивались, да, а наоборот, они чтобы сокращались. Дальше, запасы сырой нефти США. Вот это как раз второе наше событие, которое мы будем ждать, и это уже официальные запасы. Если на этих запасах еще может рынок, так как говорится, поддернуться, то официальные выйдут у нас уже непосредственно в четверг. И вот здесь начнется уже по-настоящему динамика по нефти. Теперь смотрите дальше. Наступает у нас, господа, пятница. Там выходят данные. Средняя почасовая зарплатная плата в США. Это очень важно, на это будут обращать внимание. Это, кстати, тоже признаки определенные, скажем так, и про инфляцию. Если почасовая зарплата растет, значит инфляция может тоже разгоняться, тоже может ставки подниматься. Изменение числа занятых в нескользовательном секторе. Это вот то же самое, как вот то, что мы видели в четверг, да, в пятницу они будут выходить уже за июнь там, да. И уровень безработицы в США. Вот эти все данные, они как бы тоже у нас показывают ситуацию устойчивости экономики США. Поэтому вот этот, господа, момент нам надо учитывать. Здесь, соответственно, могут отреагировать и доллар, и плюс, соответственно, как говорится, рынки, да. Это надо тоже момент как бы постоянно тоже держать в фокусе. Но основные все равно, это у нас выйдет в среду протоколы ФРС и в четверг, прежде всего это вакансии, да, ну и занятости там и прочее. Поэтому вот эти основные дни, среда, четверг, готовимся к сильной волатильности. А в целом, в принципе, да, у нас как бы остальные дни больше, скажем так, в рамках неких сигналов и поддержек. Так, ну теперь давайте вернемся непосредственно все-таки к прогнозам, как я уже сказал, да. Значит, еще раз, если все-таки Центробанк продолжает проводить вот эти интервенции, то мы по доллару рублю можем уйти на 89.50, вот как сейчас стоим на минимуме и 90.50 продвинуться. По евро здесь, соответственно, на 97.50 и удерживать 96.50. Ну или даже можем, наверное, все-таки, да, 97.50, 96.50. И если, соответственно, по юаню, да, то мы уже видим, это 12.40. Вот сюда можем продвинуться. И на этом вроде как все должно закончиться. Теперь, смотрите, давайте посмотрим варианты коррекции. Как я уже говорил, если отталкиваться от того, что все-таки курс у нас доллара фактически соответствует сейчас где-то порядка 85-84 вот в этой зоне, да, то, соответственно, коррекцию, как я уже говорил, 84.50, я жду уровень, и 85.50, это ближайшая. Если прямо начнется глубокая, она, естественно, пройдет не одним днем, то тогда мы можем вернуться в район 80.50 и 81.50 вот в эту зону, да. Но это, как говорится, это если будет происходить вот такая искусственная интервенция, господа, имейте в виду, это чистая будет искусственная коррекция. Потому что, еще раз говорю, доллар на самом деле должен находиться где-то в районе 84.50, 85.50. Вот это все уже переизбыток, это разогнали. Соответственно, если глубокая коррекция, то вот в этой зоне, да. Ну и, соответственно, смотрите по евро, да, здесь то же самое. Соответственно, если мы все-таки получаем нормальную коррекцию, то есть это будет глубокую, это будет в районе 87.50-89, 88.50 вот в этой зоне, да. Если все-таки, как говорится, в рамках того, что где сейчас, грубо говоря, курс должен быть 90.50-91.50, ну или 91.50-92.50 вот в этой зоне. Тем более надо учитывать, что евро-то ставку поднимали, поэтому она в любом случае повыше. А юань, смотрите, вот если в норме, вот он, если верно возвращается к норме, то это 11.90-12, вот здесь вот, вот здесь. А если глубокая коррекция, то это вот в районе 11.50, 11.45, 11.55, вот так вот, вот в этой зоне. Вот такие, господа, примерно должны быть прогнозы. Но опять же, это все будет зависеть сейчас от Центробанка Российской Федерации, это надо иметь в виду. Поэтому, как бы, в любом случае, на следующей неделе мы будем следить, прежде всего, за действиями Центробанка. Это надо четко понимать. На этом, господа, я напоминаю вам, те, кто интересуется не только курсом доллара-рубля, вообще финансовым рынком, подписывайтесь на наш телеграм-канал, Трэдер Клаб, анализ акций. Вся новая информация там всегда присутствует. Вот здесь я сегодня, кстати, выложил графики некого такого экспериментального, скажем так, как я их называю, шары, по образу, так сказать, хрустальных шаров, предсказывающих будущего. Здесь как раз, в принципе, прогноз есть по доллару-рублю и по S&P 500, как раз в рамках того, что может быть на следующий день. Такой некий прогноз будущего. Но это понятно, что это все процессы такие, как говорится, экспериментальные. Но кому интересно, можете зайти посмотреть. Результаты, естественно, будем на этом, как говорится, непосредственно отслеживать. Вот, кстати, смотрите, единственное, что было по информациям, которая выходила за пятницу и субботу, по-моему, да, это Новак провел совещание по рынку топлива, это суббота было, и поручил нефтяников отдавать приоритет поставкам бензина на рынок РФ, даже когда экспорт выгоднее, сообщил Кабин. Это к вопросу о том, как все-таки пытаются бороться с инфляцией, чтобы не было, как говорится, дефицита бензина в Российской Федерации и не разгоняли цены на бензин, что, естественно, является одним из, соответственно, факторов разгона, как говорится, инфляции. И вот, смотрите, тут вот были, так сказать, прогнозы экспертов, которых РИА Новости, как говорится, просил. Вот курс доллара в июле снизится на 1,81 рубль до 87-74, евро на 2 рубля до 95-72, а юань упадет на 12 копеек, 12-20 рубля ожидает огрошенный РИА, как говорится, новость. Ну, в общем, вот такая вот история, да, так что, если захотите, можете посмотреть, там много у нас информации. Также напоминаю, что, естественно, будем обзор делать каждую неделю, каждый день. Смотрите, да, события будем разбирать, естественно, которые будут выходить каждый день и, соответственно, смотреть, как они повлияют. Сейчас, в данный момент, как я уже неоднократно говорил, курс у нас плавающий, поэтому, почему и надо следить за ним каждый день, потому что любые события могут приводить там либо коротким движением, либо довольно длинным и большим сильным изменением, поэтому это надо иметь в виду. Ну и также, как я уже сказал, тут будет, прежде всего, конечно, в приоритете ситуация действия Центробанка. Вы должны понимать, что это все пока искусственно, как и было вот здесь. Поэтому, прежде всего, смотрим за ним, какой у него, как говорится, замысел. Значит, даже по трендовому коридору мы видим, что все равно коррекция, она как бы должна быть, слишком уж разогнали. Ну и я уже, как сказал, соотношение, где должен быть доллар по отношению к тому, где была, собственно, вот эта история у нас, она все-таки находится гораздо ниже, даже если соответствовать тому, где у нас юань. Вот, поэтому, в принципе, коррекцию ждем. Соответственно, напоминаю, что в пятницу будем делать подведение всех итогов за всю неделю, каждого вот этого дня, да, рассматривать. Ну, а в воскресенье, как вот и сегодня, да, будем делать обзор в следующей неделе. Также создаем весь новый календарь, отслеживаем все события. Притом, обратите внимание, в календарях находятся только самые важные события. Так, календари очень огромные, там много чего есть, но мы выделяем ровно то, что действительно может повлиять и на курс доллара рубля, и на рынке. Поэтому, как бы, вот это самая основная подборка. Так что, если вы хотите все-таки, как говорится, быть заранее уже в курсе того, что может происходить на рынке искусством валют, а не ждать, что, так сказать, вам по факту уже, как говорится, продемонстрировать, то тогда подписывайтесь на нас, присоединяйтесь к нашей команде и будете в курсе.